Северная Корея запустила снаряд в сторону Японского моря. Предполагается, что это баллистическая ракета. Она пролетела 300 километров, достигнув максимальной высоты в 600 километров. О запуске сообщили береговая охрана Японии и Объединённый комитет начальников штабов Южной Кореи. Власти обеих стран осудили ракетные испытания. США призвали КНДР прекратить дестабилизирующие действия. Сейчас мир и стабильность на корейском полуострове имеют превостепенное значение. Поэтому Северная Корея должна прекратить запуски ракет, которые несут угрозу корейскому полуострову и всему миру. Она должна соблюдать мораторий, который ввела сама в 2018 году, и как можно скорее выйти на путь диалога и сотрудничества. Какими бы ни были мотивы Северной Кореи, но её неоднократные запуски ракет абсолютно непростительны. И нельзя упускать из виду, что она достигла значительного прогресса в разработке ракетного и ядерного оружия. Ранее глава Северной Кореи пообещал нарастить военную мощь страны. С начала года прошло уже восемь ракетных испытаний. Предыдущие семь были в январе. КНДР запустила две ракеты, которые назвала сверхзвуковыми. Кроме того, прошли испытания баллистических и тактических управляемых ракет, а также снарядов другого типа. Северная Корея с 2006 года находится под санкциями Совета безопасности ООН. Ей запрещено разрабатывать баллистические и ядерные ракеты и проводить их испытания. Кроме того, санкции против КНДР в разное время ввели США, Южная Корея, Япония, Австралия и Евросоюз. При этом дипломатические переговоры между Вашингтоном и Пхеньяном по-прежнему в тупике. США заявляют, что открыты для обсуждений без каких-либо условий. Однако Северная Корея требует от них отказаться от так называемой враждебной политики, такой как санкции и военные учения.